Звучит музыка Горячая пара и в прямом и переносном смысле наступила для юных футболистов, которые участвуют во всекубанском турнире по футболу среди детско-юношеских команд на кубок губернатора Краснодарского края. Зональные соревнования всех трех возрастов проходят в нашем городе. На параде открытия к мальчишкам среднего возраста с приветствием обратились представители оргкомитета и представители Министерства спорта. Уважаемые участники, представители команд, гости данного турнира. Я вас хочу поздравить от лица Министерства физической культуры и спорта Краснодарского края с открытием данного турнира. Участникам хочется пожелать впечатления данного турнира, здоровья и поблагодарить хочется администрацию Ладинского района за организацию данных соревнований. Спасибо большое. Добрый день, уважаемые спортсмены, господа тренеры. От имени поручения главы района, героя труда Кубани Александра Александровича Сачикова хочу поприветствовать всех на Лабинской гостеприимной земле и поздравить всех с открытием этого турнира. Сегодня вы стоите представители самой массовой, самой любимой игры на земном шаре. И глубоко уверен в том, что кто-то из вас станет потом футболистом наших сборных, района, края, сборной Российской Федерации. Для этого нужно заниматься спортом, нужно играть, участвовать в соревнованиях. Вот вы знаете все, что болеем за Кубань, за нашу. Кубань усилена двумя игроками, Аршайным, Полюченко. Полюченко наш земляк, пожелаем им удачи, на благо нашей Кубани великой. И хочу еще раз поздравить с началом турнира, пожелать всем побед, ну а болеть будем за лабинчан. Вы уж гости не обижайтесь. Участвуют в нашей зоне 7 команд. Это команды Армавира, Новокубанского, Отрадинского, Успенского, Мостовского, Курганинского и Лабинского районов. Команды разбиты на две подгруппы. И вот наша команда младшего возраста, команда Ирбис под руководством тренера Василия Яблонского. В своей группе обыграла Мостовской район со счетом 3-0 и со счетом 2-1 были обыграны соперники Курганинского района. И наши ребята вышли в свой, так сказать, местный финал. Из другой подгруппы в финал вышла команда Новокубанского района, которая обыграла также всех своих соперников из Армавира, Отрадинского, Успенского района. Финал проходил очень напряженно. Команды были равны где-то по силам. Но наша команда в итоге сыграв с Крепышом из Новокубанского района в ничью 0-0, по пенальти наши ребята победили со счетом 5-4 и завоевали путевку на главный финал краевого турнира. Поздравляем самых юных мальчишек, поздравляем тренера Василия Яблонского, пожелаем им успеха в главном финальном турнире. Средняя возрастная группа, состав подгруппы тот же самый. Здесь наш район представляла команда «Искра» под руководством тренера Даниляна Айрика Ливоновича. И вот эта команда также обыграла Мостовской район со счетом 7-1. Курганинский район был повержен со счетом 5-0. И вышли также в свой главный местный финал. Из другой подгруппы успешнее всех сыграла команда Успенского района, которая обыграла своих соперников из Армавира, Новокубанского, Отрадинского района. И с девятью очками также вышла в финал. Финал получился на редкости интересным. Такая живая, красивая игра. И здесь преимущество было на стороне нашей команды «Искра», которая победила со счетом 3-0 и также завоевала путевку в главный финал этого турнира. Сейчас соревнуются представители старшей возрастной группы. Ну а финалы в начале августа будут проходить в городе Белореченске. А сейчас еще один интересный сюжет о том, как относятся к спорту представители руководства нашего города. Субботнее утро – лучшее время для активного отдыха, точнее для занятий физкультурой. Сотрудники городской администрации практически в полном составе, даже отпускники, решили проверить свои физические возможности. Ответственные начальники отделов и специалисты сменили строгий дресс-код на спортивную форму. Они практически готовы к труду и обороне. С 2016 года ГТО будет вводиться уже как официальная дисциплина в школе. Вот и коллектив городской администрации решил в преддверии, я знаю, что уже в городе проводили сдачу норм ГТО, там школа единоборств и четвертая школа. Не будем отставать от наших горожан, покажем пример, попробуем сегодня сдать те нормы своим коллективам. Я отношусь к возрождению норм ГТО и положительно, потому что каждый с маленького возраста, ребенок, там замкнем армии и так далее, должен ощущать себя мужчиной, девушка, чувствуя также себя силой. Это все здорово и классно. Я видом спорта занимаюсь легкой атлетикой, но сейчас, естественно, уже не занимаюсь профессионально, так физкультурой, скажем, для себя. У кого-то из сотрудников администрации спортивное прошлое, кто-то и сегодня занимается физкультурой, а кому-то поддерживать форму помогают дети. Юлия Демидова пришла на стадион с маленьким сыном. Хотим все получить свои значки, нам пообещали значки все. Вообще здорово, что возрождается эта система ГТО, потому что нам, чиновникам, сидеть каждый день за своими столами не очень весело. А вот когда в субботний день с семьей, с детьми сюда пришли, сейчас детки наши побегают на поле, повеселятся с мячиками. Мы шесть видов отработаем с удовольствием. Я думаю, будет все здорово. Глава города настроен поучаствовать в испытаниях. Алексей Матыченко надел в этот день патриотичную футболку с портретом лидера. Ведь именно президент решил возродить в стране ГТО. На местах инициативу поддержали. Это, я думаю, нужно каждому сегодня. Потому что здоровый образ жизни – это залог долгой жизни. Это пример для молодых. Это поддержка того, что сегодня делается в стране. Да и мы сами должны понимать, что это важно, это нужно нам. Мы должны сами себе доказать, что только мы сами себя можем спасти, держа себя в хорошей форме. Значит, работоспособность будет. Да и вот, глядя на этих малышей, приходит уверенность того, что у них будет хорошее, стабильное будущее. Так должно быть. Мы должны себя постоянно готовить к любым трудностям. Бег на 60, 100 и 1000 метров. Подтягивание из виса на высокой перекладине. Прыжок в длину. Поднимание туловища из положения лежа и метание снаряда. Результаты фиксируются судьями. Нормативы индивидуальны для каждого возраста. Но сразу заметно, что сотрудники администрации с нормативами ГТО справляются. С 16-го года во всех регионах России будут созданы специальные центры по приему. А вот хорошая инициатива проявила администрация города. Вывела всех сотрудников на старт. И сотрудники показывают на удивление хорошие спортивные результаты. Вот взять хотя бы метание, лучший результат 48 метров. Это достойно уважения. И все участники, как бы по предварительным данным, выполнили нормативы ГТО в метании, как минимум на серебряный значок. Людмила Никонова, Георгий Сопов, телекомпания ЛАБА. Ну и на сегодня это все. Вы смотрели очередной выпуск еженедельного спортивного обозрения «Тайм-аут», которое представляет вам управление физической культурой и спорта Лабинской районной администрации и администрация Лабинского городского поселения. С вами был ведущий Юрий Рябовов. Всего вам доброго. До свидания. И не забывайте заниматься спортом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Продолжение следует...